Когда котику очень скучно и с ним никто не играет. Он играет с ринглайтом. Ты мой меня сладость. Твикс. Нельзя. Я сказала, я сказала, нельзя. Всем привет, мои хорошие. Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас, как всегда, влог. Я собираюсь в гости к Жоли. У мупанки я вас спрашивала, стоит ли снимать или нет. Все написали единогласно, что, конечно, стоит. Я иду к ней где-то, наверное, в 6. Кстати, обновила маникюрчик. Сейчас вам покажу. И еще, кстати, хотела вам рассказать про осложнения после ракутана. У меня на руках появляются какие-то пузырики. Вроде как это должно быть. Это из-за сухости. Надо больше мазать кремами, какими-то супер увлажняющими. И это все дело немного чешется. Неприятные моменты, конечно. В этот раз решила сделать прям коротенькие. А то совсем длинные они у меня были. Уже было совершенно неудобно. Сейчас у меня такое ощущение, что у меня вообще ногтей нет. Я очень люблю длинные именно. Вот так неплохо смотрится. Вроде как красиво здесь стразы. Тут такой слайдер интересный. Фокус. Вот. Красота. А вот, кстати, что у меня с рукой. Гляньте, какие пузырики. И они еще чешутся. И когда чешу, это немного больно. Все из-за рак утона. Решила помыть голову. Вы знаете, всегда, когда какое-то важное мероприятие, я всегда иду туда, как лохушка. Не знаю, у меня на голове шухер. Одета я тоже ужасно. А если я просто дома, я обязательно при параде. Вот такая вот у меня жизнь. На все важные мероприятия я просто иду чисто как лох. Поэтому в этот раз я решила пойти нормально. Поэтому я помыла голову. Сейчас будем высушивать. И вдруг я вспомнила, что оказывается у меня взорвалась плойка. Я до этого вам рассказывала, что у меня она достаточно давно была. Я ходила даже покупать плойку. Но потом случайно купила себе гофре, потому что не было плойки. Поэтому, наверное, мы с вами будем делать либо кудряшки, либо гофрешечку. Ну, посмотрим. Для начала все это дело нужно высушить. И решить, что же я все-таки надену. Вы знаете, казалось бы, у меня одежды много. Но надеть точно нечего. Платье я не хочу. Хочу какие-то брюки с кофтой. Но можно и платье. Они у меня, кстати, лежат вот здесь. Можно вот это платье. Жаль, что магазины закрыты. Так хочется что-то новенькое себе купить, порадовать себя любимую. Но все закрыто. Кстати, 1 марта открывается. Обязательно сниму для вас влог, где я буду шопиться. Я знаю, что вы любите подобный формат. В предыдущем влоге я вам показывала. Но покажу здесь тоже, вдруг вы не видели предыдущий влог. Это значит, конфеты я беру с собой. И вот такую вот машинку для Тамерланчика с пультом управления. А еще, кстати, для Жали мама приготовила специальный тортик. Он очень низкокалорийный, сметанный торт. Его тоже сейчас вам покажу. Но для начала нужно это все упаковать. Нужно найти нормальный пакет у нас дома. Это просто миссия невыполнима. Опа! Кажись, я нашла пакет нормальный. Просто он здесь в бирочке. Мне прислали на обзор бижутерию. Вот. Отличный пакет. И выкупать не надо. По мне идеально просто. Очень даже мило смотрится. И не надо спускаться за новым пакетиком. Нашла его дома. Вот так вот я пойду. Сейчас покажу вам, кстати, тортик, который приготовила мамочка. Мам, с таким освещением твой тортик выглядит обалденно. Это скорее даже чизкейк, да, мам? С ананасами. А что это? Торт. Торт. Смотрите, какая красота. Он еще низкокалорийный. Так что, Жали, можешь кушать прям смело. Рецепт в ближайшее время будет на нашем кулинарном канале. Так что обязательно не забывайте на него подписываться. Где-то, наверное, 10 дней тому назад, ну приблизительно плюс-минус, я писала пост в истории Инстаграм. И там как раз-таки говорила про цели, про мотивацию и так далее. Если честно, эта тема изначально раньше не была характерна для меня. Но в последнее время я этим очень начала увлекаться. Я поняла, что просто работать каждый день, работать недостаточно. Нужно переключить как бы свое подсознание на то, чтобы добиться успеха. И эта штука на самом деле работает. Хотя раньше я в это абсолютно не верила. Я просто смотрела на людей. Они очень успешны. У них все офигенно в жизни. И смотрю на других, у которых не происходит ровным счетом ничего. Например, вы знаете, что мне очень нравится Ольга Бузова. Вы знаете, что я фанатка ее творчества. И на самом деле, кем она была и кем она стала. Просто самая популярная девушка в стране. И если честно, я поняла, что все эти знаменитые девушки, они как раз-таки работают с подсознанием. Это не просто так. Все. Так получилось, что я в интернете наткнулась на Машу Самарину. Я безумно рада этому, потому что она очень светлый человечек. Она училась в США всему этому. Она просто переворачивает наше сознание своими методиками. Не важно, какие у вас цели. Возможно, вы хотите успеха в личной жизни или добиться каких-то карьерных высот. Все это возможно и реально. Главное, правильно себя запрограммировать. Маша как раз-таки показывает, как с помощью силы подсознания можно замотивировать себя и добиться абсолютно любых высот. Вам просто кажется, что это просто мечта. Вы никогда не сможете этого добиться. Но на самом деле, это все возможно. Просто завтра вы можете проснуться. Но, возможно, не завтра, а где-то через неделю или месяц. И эта мечта у вас в руках. Вы можете все это исполнить благодаря Машиной методике. В какой-то момент мне самой стало интересно. И я решила посетить тренинг Маши. Кстати, у Маши есть закрытый онлайн-тренинг, который для моих подписчиков будет абсолютно бесплатным. На нем как раз-таки Маша учит вас, как развивать свое финансовое благополучие, семейное счастье, да и вообще любая цель, которая стоит перед вами. Я считаю, что это супер возможность, чтобы попробовать. Ссылочку я вам оставлю внизу. Обязательно переходите. Также я вам оставлю ссылочку на канал. Не упусти свою возможность и получи такую информацию абсолютно бесплатно. Переходи по ссылке внизу и обязательно регистрируйся. Я уже определилась с тем, что я надену. Это будет вот такой вот боди. И вот такие брюки спортивного кроя. Они в обтяжку, на высокой посадке. Мне они очень нравятся. Классно облекают. И, кстати, посмотрим время. Время уже без 13,5. Как же быстро летит время. Это ужас какой-то. Вроде только проснулась. Так я быстренько переодеваюсь и высушиваю свою голову. Вот так вот я, в общем-то, и выгляжу. Хотя вам не очень видно. И такие у меня брючки. А на заднем фоне облизывается твикс. Вы знаете, я сначала хотела сделать в кудре. Просто высушила волосы. И думаю оставить вот так вот. Мягкие, шелковистые, блестящие. Ничего делать и не надо. Так и оставлю. Ребят, вы знаете мой характер. Я всегда везде опаздываю. Но вот сейчас я заказала такси. И у меня есть ровно 10 минут, чтобы спуститься спокойно. Не спеша. Я вроде как все разложила по местам. Прибралась даже у себя в комнате. Такое я от себя даже не ожидала. Даже столько всего успела. И немного волнуюсь, потому что я не знаю ее сестру. Сестру жаль. Я не знаю ее маму. И немного как-то, не знаю, некомфортно внутри. Я прям нервничаю. Прям чувствую это. Но надеюсь, что познакомимся. Все пройдет нормально. И вам обязательно их покажу. Так что обязательно оставайтесь вместе со мной. Такси уже приехала. Я еду к жеребу. Она живет очень близко ко мне. Мы сейчас едем к ее маме. Смотрите, у кого я уже у красотки Жалей. Надеюсь, что тебе у нас понравится. Да я перееду. Все. Это все. Это точно. Гляньте, какую поляну мне тут накрыли. Люди знают, кого они встречают. Ой, как все аппетитно. Я прям сейчас здесь мукбанг хочу снять. А вот эти пончики, кстати, они очень вкусные. Здесь еще клубничка. Вау. Спасибо, Жали. Очень приятно. Здоровья. Где найти такую подругу, Жали? Тренер, который готовит вкуснятины. Так, сейчас вам я кого покажу. Кто это у нас? Кто это у нас? Скажи всем привет. Кто у нас здесь смотрит мультик? А Тамерланчик. Смотрите, какой красавчик. Я посмотрела на Тамерланчика, я поняла, что все отменяется, девочки. Я больше не хочу дочку. Я хочу сына. Посмотрите, какая огромная порция хенгеля. У нас, правда, без картошки готовится. А вы с картошкой, да, готовите? Огромная просто тарелка. Я хотела, чтобы мне переложили в эту маленькую. Они сказали, что нет, подача такая. Я сказала, все, уговорили. Будем есть из этой большой тарелки. Жали надо устроить челлендж. Она взяла себе вот такую вот огромную тарелку и говорит, что это все съест. Я могу две такие. Нет, я тебе бросаю вызов. Я принимаю твой вызов. Суши челлендж, так что ждите. Нет, я не верю, что ты все это сможешь. У меня больше, жаль, у меня больше. Нет, у тебя только это больше, потому что я мясо не люблю. Ну, только мясо. У тебя только мясо больше. Я постоянно снимаю. Жизнь такая. Давай ты у нас бомбан сливишь. Должны там сзади в Том и Джей ничего не будут? Да нет. Можно убавить? Если можно убавить, было бы хорошо. Давай убавить, что потом. Лучок, мясо. Сегодня точно наберу несколько килограмм. Потом мы сбросим. В понедельник. У нас все с понедельником начинается. Моя жизнь. Как же это вкусно. Жили, как это вкусно. Реально вкусно. Очень. Ты это умеешь готовить? Это я, можно сказать, приготовлю. Да ладно. Просто мама сейчас уже тесто все это в воду кидала. Значит, ты очень хорошо готовишь. Только это. И салаты нарезать умею. А мое фирменное блюдо, знаешь, это какое? Знаю. Яичница. Сторого с колбаской. Это не просто яичница. Это произведение искусства. У меня Лолита даже захотела после этого сделать то же самое. Гляньте здесь еще вот. Смотри, как Тимка ест это блюдо. Он его обожает. Мукпанк от Камерланчика. С прекрасной прической. Я специально для тебя старались. Я сначала думала, что Лолита и Мерланчик они не похожи. Но потом увидела фотографии, где они очень даже похожи. Но все говорят, что он больше на папу похож. Да, мне тоже изначально показалось, что он просто маленькая копия папы. Я тоже теперь хочу сына. Причем такого же. Один в один. Будут дружить. Как он хорошо ротик открывает. Спасибо большое, тетя Буля, за такой прекрасный... Ты еще не видела. Я умер, что вкусный. А главное, что он для меня диетический. О, Боже. О, Боже. О, вот это красота. Там снизу открывается. Ням-ням-ням-ням. Сразу на хозяйку. Он... Еще открывали, помоги нам. Боже мой, Боже мой, Боже мой. Это чудесно. Это чудесно для тренера. Это чудесно. Обромно. Реально. О, Боже мой. Рецепт будет в ближайшее время. Я это все сама съела. Я не говорю, не буду угощать. Правильное решение, я думаю. Супер классный. Рецепт тоже возьму обязательно. Гляньте, как это мило. Гляньте, какой красивый хлеб. Жали приготовила специально. Приготовила оденда, купила. Ой, какая прелесть. Это Смит, да, такое? Как это мило. Хайлайтер увидела у сестры. Жали. Такой офигенный. Сейчас вам покажу. Такие блестки от Golden Rose. Я уже записала себе номер. Тоже возьму. Ой, к сожалению, на видео не так уж видно. Но здесь прям мелкие блестки. Вали, это нечто. Смотрите, как красиво. Да, вот. Теперь видно. Спасибо. У тебя вся рука блестит. Да, вот такой вот хайлайтер я хочу купить. Классный же. Да. Мы здесь сидим в теплой обстановке. Жали пришла с этим стаканом огромным. Я хотела ей сказать, что дай его, пожалуйста, мне. Потом постеснялась. Думаю, нет, как-то некрасиво получается. В общем, в очень культурном. Дай, пожалуйста, Лали. В общем, в таком стакане мне принесли. Я сейчас вам покажу. Вот такой очень культурный стакан для гостей. Но второй раз я уже решила не стесняться. И вот что у меня. Такое ведрышко небольшое. И здесь чайчик сидим. Посмотрите, какой красивый мальчик. Какой сладкий мальчик. Посмотрите, какой у него носик маленький. Ну не прелесть. Смотрите, какая ножка маленькая. Я тебе, Тимирланчик, хотела Твикса принести. Только испугалась, что он здесь нагадит. Тим, поцелуй Айку. Поцелуй Тимка. Да, Тимка, поцелуй меня. Поцелу Айку. Поцелуешь меня? Поцелу. Я с мальчик выключу. Жду. Один поцелуй. Маленький поцелуй. Я от тебя отстану. Один поцелуй. Это уже не особо красивое. Ребят, познакомьтесь. Это сестричка Жали. Всем привет. Очень приятно познакомиться лично с Айкой. Взаимно. Мы провели прекрасное время. Ждем тебя всегда к нам в гости. Дальний гостик, как к себе домой. А я здесь. И даже я бы сказала, что мы с тобой даже более, как сказать, одинаковые, нежели... А, Жали, ты здесь. Я так поняла. Ты не поняла. Я так поняла. Это реально. Мы с тобой. У нас очень много общего. Мы любим Дом-2. Мы любим косметику. Мы любим жизнь вообще. Хайлайтеры. Да, хайлайтеры, да. Мы любим сиять не только в кадре, но и по жизни. Это наше внутреннее сияние. Это не хайлайтеры. Это наше внутреннее. Кстати, она подсадила Жали, подсадила еще, я знаю, что двоюродного брата, да? Да, 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 да. Так что я должна тебе проценты отдавать. Халалды, халалды. Да. Все, договорились. Вот во что мы превратили стол. Покушали. Айда съела очень мало. Было очень вкусно. Спасибо большое за гостеприимство. Это я буду есть. Посмотрите на эти игрушки. В детстве у меня были такие же фарфоровые куклы, как вот эти. Ну все, уже пора уходить. Вызвала такси, ждем. Очень классно посидели, очень уютненько. Я прям почувствовала себя, как у родственников, как у родных людей. Даже не хочется домой. А вот и наш тренер. Кстати, я вам ссылочку на Ажель я оставлю внизу. Так что переходите, кто хочет заниматься спортом и иметь офигенную фигуру. Ой, мои хорошие, я только что дошла до дома. В этот раз мне попались очень хорошие таксисты. Когда я ехала, таксист был с клиенткой. Это была бабушка, которая не знала адрес своего дома. И он просто по всему городу ее возил за ту же цену, за которую изначально ему было назначено. И я поняла, насколько добрый человек. Вот просто ему стало жалко бабушку. Она никак не понимала, где мы находимся и так далее. А ему уже дали другого клиента, то есть меня. И он мне сказал, что ничего, что вы тоже посидите в машине. Просто здесь бабушка, клиентка, никак не может найти свой дом. Я думаю, ничего. Я никуда не спешу. Я как раз, кстати, вышла из дома раньше. И вот просто посмотрела на человека и насколько он добрый. Бабушка, видно было, знаете, такая бедная женщина. И он так обрадовалась, когда он прям до двери ее проводил. Это было очень благородно. Знаете, иногда в ТикТоке или в Инстаграме выкладывают такие добрые ролики, связанные с бабушками. И это был почти такой же ролик, просто вживую перед моими глазами. А что касается моего визита к Жоли. Это было просто нечто. Мне очень понравилось. Такая гостеприимная семья. Очень вкусно все приготовили. Я прям почувствовала себя, как у себя дома. Покушали, поболтали о том, о сем. Уже ли просто потрясающая сестра, которая мне очень понравилась. Он тоже любит косметику, кстати. Вот. Кстати, где Твиксик? Надо его найти. Он что-то где-то мяукает. Твикс! Смотрите, как он ко мне бежит. Соскучился, сладкий. Соскучился, видите? Твикс! Смотрите, что делать? Я тебя не взяла, потому что боялась, что ты там написаешь, где не положено, понимаешь? И у тебя будет стресс. Морч! 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 Сем! Я тебя, тебя обожаю! Я соскучилась, я тебя не видела несколько часов. Сейчас покажу вам, что же мне положило Жали. Вот это вот сердечко. Здесь вот такой вот донат. И вот такие вот вкусняшки. А еще внутри здесь Рафаэлла. Ням-ням. Мамулек. Ставь чайник, будем пить чай. И вот мой маникюрчик, кстати. Очень нравится. Прям кайфую от него. Ой, мои хорошие, я уже потихоньку буду смывать макияж. День мой прошел. Очень интересно. Время... Вообще, почаще надо выбираться из дома. Время вот. И вам не видно. В общем, 23.33. Пол двенадцатого, так скажем, я смываю макияж, который я нанесла сегодня в 9 часов. И уже потихоньку пойду спать. Спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всех вас люблю. Пока.